Всем привет! Мы сегодня в Орионос, приехали погулять. Выходные, лето уже началось, лето идет полным ходом. Сегодня довольно-таки жарко на солнце, но нас это не остановило, потому что здесь очень красивая природа. Здесь есть очень интересный парк, тоже хотим туда сходить посмотреть, парк на слияние двух рек. В общем, тут должно быть интересно. Сам Орионос небольшой, где-то три с половиной тысячи сам городок и около шести тысяч весь район, сам район-то небольшой, но здесь начинаются уже горы, здесь активно развивается туризм, так что здесь будет на что посмотреть. Домик на продажу под восстановление. Он, конечно, грустный совсем, но вот есть на въезде прям город. Интересно, участок его. И как в связи с участком, то это очень круто. Мне кажется, что как будто бы да. Вот здесь вот есть целый стенд с домиками. Получается, это архитектура Индиана, это дома, которые строили люди, которые ездили покорять новый свет, зарабатывали там деньги и возвращались оттуда и строили вот такие вот шикарные себе виллы. Поэтому вот есть такого по студии довольно-таки много, потому что очень многие, как окажется, отсюда ездили в Латинскую Америку или куда-то в ту часть, зарабатывали деньги, а потом возвращались. Так что тут есть и такие вот интересные исторические особенности. Здесь вот еще и виды красивые. Ну, домики здесь выглядят очень даже приличные, многоквартирные и обычные. Конечно, очень даже ухаживают за ними. Вот прям очень редко либо что-то старое, либо что-то заброшенное. И то заброшенное старается продавать. Вот. Поэтому тут, конечно, за этим всем следят. Вот дом 1921 год. На нем даже написано. Вот. Такой он, конечно, поддерживается в очень хорошем состоянии. И в окна, видно, что все поменяно, но все поменяно в этой же архитектурном стиле, как и должно. В общем, очень классно выглядит. Вот еще один из таких домов, но тут мне кажется, как, может, они сказали, как квартира, где-то, что такое, как бы, есть небольшое разделение. Потому что тоже интересно, возможно, не все дома остаются на одном хозяина. Ну, что мне здесь нравится, здесь частные домики. Они все идут в основном со своей территорией, что очень большая резкость. Обычно отдельно где-нибудь продается участок, которым нельзя строить, и отдельно продается дом, в котором нет участка. Поэтому это немножко грустно. А здесь прям наоборот, по крайней мере, вот пока это мы еще в такой, наверное, начальной части города. Вот тут как бы дом есть, но тут как парковку отдали. Вот такой домик. Дальше мы идем, в общем, хотим до центра дойти, вам уже видно церковь, где-нибудь перекусить и выпить кофе, и дальше гулять, потому что сегодня довольно-таки жарко. Вот здесь тоже получается облагораживать участок перед домом. Очень здорово. Также здесь есть очень много апартаментов, где можно останавливаться. Вот так проходим, тут тоже довольно-таки интересно. Все это сделано здесь. Активно все развивается. Здесь есть сплавы по реке Сея. А также здесь проходит фестиваль электронной музыки. Аква Сея здесь, где-то вот в апресахте. Так что тоже такое место интересное в этом плане развивается. Сейчас видели группу молодых людей, которые, видимо, готовятся к какому-нибудь такому морскому заплыву. Они там одевали всякие штуки для этого необходимые. В общем, мы, конечно, не знаем, куда они собираются, но выглядело это все очень интересно. Ну и вот церковь. Сейчас мы туда поднимемся, посмотрим. Сан-Марти-де-Таурс. Варионас. Видимо, недавно свадьба была в Липецке. Уже чуть подвяли, но их еще не убрали. Крест. Внутрь, наверное, попасть не удастся, но не очень интересная архитектура. А тут открывается только на время мест, как туристический объект. Видимо, хотя тут открыто. Сейчас попробую. Да, открыто. Сейчас, значит, зайдем, посмотрим. А тут территория и вот тут вот ходит электричка. А тут, видимо, никого и нет. Дость. Продолжение следует... 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 но сейчас спустимся, потрогаем водичку, потому что жарко и хочется прям даже залезть как минимум туда, ножки помочить. Так, ну водичка вообще даже не холодная. Мы спустились, вот на том мосту мы стояли, спустились сюда, смотреться, ну и конечно же пощупать воду. Да классно, тут вроде есть пляж, поэтому мы сейчас пойдем чуть дальше. Ну мы идем дальше, а народ все продолжает плыть, причем с двух всех этих направлений, с двух рейх, там вот еще группа стоит, возможно тоже планируют скоро уже всплывать, но конечно весело у них. С собачками некоторые плывут, потому что конечно такое вот интересное времяпрепровождение. Сейчас зайдем в офис, спросим по поводу этого парка лазалок. Работает он к сожалению только вечером, но хотя бы разознаем условия. Тут есть спуст для каноэ, сейчас должны очередных спускать, это очень интересное зрелище. Ну тут вот еще, чтобы хорошо выехать, надо постараться. Вот разные сплавы, мы спросили, ну примерно каноэ на двоих выходит около 40 евро. Можно с ребенком лезть на трех, а в основном на двоих. Вот он взрослый 20 с чем-то, детский чуть подешевле. Ну в общем на двоих выходит, если взять, то около 40. Ну соответственно, чтоб семьей допустимых четырех человек надо 80 евро. Вот. Ну это так без экшена спустились в предыдущие, прям плюхнулись в воду, их очень сильно окатило. Ну в общем интересно придумали приспособление. А здесь вот еще одна есть по этой стороне, а тут синие. Ну в общем интересная такая штука. Мы прям заинтересовались и дети хотят, мы смотрим, с маленькими детьми вполне себе, поэтому очень даже прикольно вот. Тоже спустился, но он одиночный, он прям вообще лихо съехал. Ну тут более плавный спуск. Ну и вот иммобиллярия специальный мер. Ну я спустила у Ромы, здесь один есть неплохой вроде как вариант, не очень старый дом, квартира, этой спальни, 90 квадратов и стоит она 59 тысяч. Вот, если она еще есть в наличии, то как бы есть и такой разброс цен. В общем, вот тут мы погуляли, вот тут компана для лиллок. И во время показывает, в общем там вот эти клики нам не удалось, потому что там нет полноценного пляжа. А мы все-таки намерены его найти. Вот, хотя бы нормально ноги помочить. Потому что тут камни невозможно пройти. Так, вот тут вот один из марфрутов, скажем. Тоже тут популярно, вообще здесь очень популярны активные всякие виды туризма. Поэтому здесь в этом плане прям, если приезжать отдыхать, тропы, спуски на каное. В общем, все это очень даже круто выглядит. Мы так себе поставили заметочку, потому что мы не планировали сегодня конкретно. Но вот теперь будем знать, что если приезжать, то можно полноценно спуститься по реке. А там довольно-таки длинные маршруты, что тоже очень интересно. Вот здесь переход на мостик, но он ремонтируется здесь не пройти, к сожалению. Поэтому пойдем искать второй мост. Вот, здесь вот рынок. Здесь видимо по субботам приезжают. Уже собираются вещами, торгуют ребёнку. Уже послеобеденная жарко. Тут прям очень. В целом уже лето пришло, у нас прям эти дни довольно-таки жарковатые. Так что идем искать дальше. В целом там прошли уже городочек. Там еще дальше есть доступ с магазинами. Там ходил Рома, снимал. Так что канал Живая спальня, туда переходите тоже посмотрите. У него более все это подробно показано. Так что там тоже много интересного у него. Приходите, подписывайтесь. Мы идем искать дальше проход. И вот, мы перешли в первую реку. Сейчас идем, где переход ко второй. Хотим все-таки пляж поискать. Ну вот, здесь такая зона для детей, для пикников сидит. Народ отдыхает в тенечке. Ну а там есть тоже лазовки всякие, качели. Виды, конечно, здесь красивые. Ветерок классно обдувает. Сейчас пройдем, посмотрим. Ну еще вот тут вот вышли. Немного за Рионтос. Здесь, конечно, виды шикарные. Модные коровки, горы. Классно тут. Вот спустились мы к реке. Помочили ножки. Там очень мелко. Но дети умудрились искупаться. Вот проводим, может, в конце парка. Сейчас посмотрим, если тут спуск, если тут полноценный все-таки пляж. Хотелось бы что-то более хорошее и более глубокое. А вот посмотрим, наверное, не сильно. Потому что тут вот уже как раз льянице нет. Мы проходили уже только вот с того моста. Мы на это все смотрели. Но здесь как-то все-таки огорожено. Здесь, наверное, нет. И здесь пляж такого, как мы привыкли, личного. Здесь, в основном, вот на каное. И вот тут вот народ пляжа. Ну и получается, такого прям полноценного пляжа здесь и нет. Как в нашем представлении, можно на той стороне пройти. А вот не девчонки. Вот, наверное, где-то там, где есть более-менее заводи. Как-то не совсем приспособлены. Мы уже немного отступались в жару в такую. Забили накал, так сказать. И уже скоро будем отправляться мы домой. Сейчас все, уже мы будем выдвигаться домой. Кстати, это Орионда Сакангас-Деонис. Где-то в девяти километрах совсем рядом. Вообще, эта область очень такая подвижная. Очень тут все развивается. Туризм активно развивается. И все, что с этим связано. Вот такие вот красивые виды, красивый парк. Реки. Нам было очень интересно здесь погулять. Надеюсь, вам тоже было интересно. На этом я уже попрощаюсь. Всем пока. И увидимся в следующем видео. Не забывайте подписываться на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok